МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Поддержка экономического развития на местном зруне сегодня инициативу ПРААН презентовали в Гомеле. Будь моим батьком. У Мазари пройшел областный практичный семинар для приемных семьях. Сила веры. Былый марак Миколай Куцаков узнавил разборанную церковь в Чачерском районе и стал ее священником. А сейчас об этом и иншим больше подробно. В 12 районах страны будет реализована проект ПРААН поддержка экономического развития на местном зруне в Республике Беларусь. Сегодня эту инициативу презентовали в Гомеле. Проект различен на поддержку малого и среднего бизнеса. Улику 12 пилотных территорий – Брагинский, Хойницкий, Жлобинский районы Гомельской области. Першачерговая задача – провести конкурс бизнес-идей. Удельничать могут жахары с всей области. Головная умова – взаимодействие с организациями, размещенными на пилотных территориях. Далее координаторы распроцуют план развития предпринимательства и авторы лучших инициатив смогут различовать на финансовую поддержку. До речи, на каждый район выделено 500 тысяч долларов. Термин реализации проекта – три года. Самое главное, что мы планируем достичь – это увеличение количества малых и средних предприятий на территории пилотных районов, это увеличение, расширение самозанятости населения и оказание, конечно же, финансовой поддержки тем малым и средним предприятиям, которые будут участвовать в конкурсах местных инициатив. Все, что будет содействовать развитию экономики, развитию частного бизнеса, а значит, экономическому благополучию любого района, а тем более районов, пострадавших в свое время от Чернобыльской катастрофы, то все это очень хорошо. Поэтому мы приветствуем все, что будет способствовать развитию Гомельской области и ее регионов. Помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко завтра проведет прием громадян в Ветковском райвыконкаме. Задать питание и выказать пропоновы можно будет с 15 до 17 годин. Сустреча будет организована по попередним записи. Зарегистроваться можно по номеру телефона в Ветции 2-12-30. Протягиваем выпуск. Централизованное тестирование селета распочнется 11 червяня и протягнется до 1 липня. Регистрация на основный этап стартует 2 мая. Вызначены так само резервовые дни 6, 8 и 10 липня. Тестирование будет распочинаться в 11 годин. Отримать сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 липня. А с 13-го в БДУ, где заплановано проведение ЦТ в резервовые дни. Вышающие научные установы начнут принимать документы 12 липня. Протягнется эта процедура 6 дней. Внутренние испыты в ВНУ пройдут с 18 по 26 липня. Термены залечения за кошек сродка у бюджета по 28 липня. На платной основе по 6-е жнивня. В Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны проходят международные олимпиады по основах психологии и педагогики для студентов и наученцев. Больше за 400 университетов представляют ВНУ в Беларуси и Российской Федерации. Так само школы, колледжи, гимназии и лицеи. Усяго в международном залику удельничали 50 команд. Вселетнее споборничество присвятили теме особо и штучный интеллект. Выпробования поделили на теоретичные, креативные и практичные этапы. Наученцы, которые успехово переодолели все три, отримали свои узнагороды сегодня. Уладальниками первых мест в зависимости от номинации стали шесть команд. Сирот студентов, переможцев, вызначать завтра. Для них олимпиада проходила в трех группах. Психологичный профиль представляли будущие психологи, педагогичный объединял наставников-предметников, педагогов дошкольного и специального навышания. В третьей группе проверить свои веды по основах психологии пропоновали будущим юристам, экономистам и инженерам. Это новое знакомство, это опыт, это практика, это творчество, это креатив, это активность. На последнем этапе мы делали видео, очень такое креативное, творческое. На самом деле у нас было не очень много времени, но мы справились достойно и мы думаем, что мы сможем победить. В этом году тематика олимпиады связана с личностью и искусственным интеллектом, поэтому все задания связаны именно с этой темой. Безусловно, сейчас наука, общество развивается именно в сфере компьютеризации, информатизации, искусственного интеллекта и будущее, безусловно, будет за этой сферой. У Мазыры пройшел областный практичный семинар у рамках доброчинной программы «Будь моим батьком». Тема – взаимодействие громадских и державных организаций по оказанию допомоги замещальным семьям. Подробностей в материале наших мазырских коллег. Мазыранка Зоя Кутько выховала своих детей, а еще приемных. И все пять хлопчиков так само стали своими родными. Самого молодшего гостина приняли у семью у сего четыре месяца тому. Ее мужу называют Зою Васильевну мамой. У меня сейчас один из стекла скончает, второй в лицее учится, а вот самому маленькому 13 лет. И вы знаете, что я не знаю по возрасту как-то, но я бы продолжала. Практичный семинар с уделом компетентных специалистов проводится минавито для таких батьков, как Зоя Кутько. Ты, кто не побоялся и взял на собе непростую, а левельми высокородную миссию – выхование детей. На мероприемстве приемные батьки отримывали отказы на хвалюющие питания. Консультацию можно было отримать у нотариуса, психолога-представников отдела адукации и сферы охоты здоровья. 17 лет назад, когда, наверное, я только пришла в Белорусский детский фонд, возник вопрос, стали задавать вопросы. В 2001 году только вышел указом президента о том о создании приемных семей и еще не знали, что это и как это делать. И было очень много вопросов. Вопросов, как юридического плана, морального плана, материального плана, плана здоровья. Очень разноплавные вопросы, на которые мы не могли всегда ответить. И мы поняли о том, что нам нужно собрать группу специалистов и дать возможность прояснить этот, то есть дать возможность разъяснить вопросы, помочь людям выйти из каких-то ситуаций, в которых они попадают. Поколь дорослые обмерковывали серьезные темы, дети веселились в соседней зале кинотеатра, причем работали это с корыстью. В первую семинары приняли удел вратовальники. Правила беспечных повозин расповедали детям в взаимальной форме, про мультфильмы, веселые конкурсы и взаимальные викторыны, у которых дети за довольнением брали удел. Правильные отказы на житево важные пытания захвачивались подарунками от Министерства по надзвичайных ситуациях. Виктория Синицкая, Светлана Грузько, Олег Фитцнер. Телеканал Мазыр специально для телерадиокомпании Гомель. Сбирахчи память протков и продолжить их справу по заховании родимы, причем як великой, так и малой. История, подобная отсюда, отбылася у Чачерским районе. Были Марак, капитан первого ранга. Огни великой Москвы променял на тихую гавань у родным белорусским селе. Узнавил там неколи разборанную церкву и стал у ее священником. За открытием храма населенный пункт унесли в программу по отражению белорусских везок. Дякуючи одному человеку, маленькое село сдабыло не только веру, а и надея на новое житие. Больше за постогоди тишине, и тут снова жить церковный звон. Агрогородок по лесу долгие годы жил без храма. Поколь одной, чем на малую родимую, сюда не вернулся былым Арак, кабы воскресить неколи разборанную церкву. Служба у меня продолжается. Тогда была служба в вооруженных силах, а сейчас по линии духовной. Уминул имен капитан первого ранга, теперь священник. За годы службы Миколай Кусаков поездил по всем Советским Союзе. Аля дзеб ни был, завсюды мару вернуться на малую родиму. С выходом у отставку у 66 пачал будовать у родным селе храм. Ну, тогда мы, конечно, видели, как он строится, по силе помогали, дети приходили и жители нашей деревни. Ну, конечно, основная работа была на отце Николае. До речи, ранейший храм был побудованный в 1843-м. С початком гонения его закрыли. В войну там тримали палонных. Потом с него зробили зерня сховища. И в решті просто знесли. Новый храм будавался четыре годы. Многое своими руками зробил отец Николай. При тем, что в опыту у будовництвии у него не было. 22 мая 2011-го церкву освятили в День Миколая Цудотворцы, имя которого теперь носить и храм. Як и той, что был тут с того годы тому. Когда его освящали, храм, было такое солнечное небо. И когда начал батюшка освящать, налетела откуда-то тучка и пошел дождик, как будто частичка неба опустилась к нам. До того часу Николай зрозумел, храм без батюшки, что корабель без капитана. Твердо выросшил стать священником, отрымал благословение и стал успастигать святую справу. Одночасно спробовал отшукать хоть нечто от старой церкви. Одна из реликвий на простольный крыш. Духи годы он лечился сгубленным. И только в 21-м стагоде стало вядомо, от спаления за статними святынями его вырыдывала мясцовая жихарка. Крыш передавался у ее семьи праспакалений. У новый храм он вернулся, коли завершили будовництво. Поднять людей на великую справу и зарабить так шмат священник змог, каже, с допомогой молитвы православных протков. Имя одного из них выбито на монументе у 10 метрах от храма. Это батька Николая Куцакова, який загинул, вызволяющий Гомель. Сегодня его память, духовная традиция семьи и отданность родиме протягивая сын. Господь Бог, видимо, вел меня к этому. Каждый человек, где бы он не проживал, он всегда, тем более с возрастом, все больше думает о своей малой родине. Евгения Кухаронок, Ганна Ковалева, телерадио-компания «Гомель» при поддержке агентства теленовин. На гастроли у Гомель приехал Гродзинский областный драматичный театр. Гостей в другий раз принимают у стенах городского молодежного театра. Это очень даже прекрасно! Ой, да что ж ты говоришь-то? На протягу четырех джен заслуженный коллектив Республики Беларусь покажет четыре постановки. На передатні артисты представили дитячий спектакль «Слоняня и месяц» по мотивах казок Давида Самойлова и трагикомедию «Вельми простая гистория» Марии Ладо. А пошнетвор ранее так само в выходе у репертуар Гомельского городского молодежного театра. Очень простая история. Это деревенская история. Насколько я знаю, в этом театре она уже была. И, насколько я слышал, очень на хорошем счету был этот спектакль. Поэтому мы так рискнули, ее привезли с риском на то, что будут сравнивать. Поэтому, конечно, будем стараться не ударить в грязь лицом. И будем надеяться, что наша постановка понравится гомельскому зрителю. Сегодня публика увидела постановку по знакомитым творы Рея Бредберы 451 по Фарнгейте. Учать сверх Гродинский театр представит свою опошнюю премьеру комедию «Секс, кахание и податки». Представления проходят на двух пляцовках – сцене молодежного театра и в городском центре культуры. До речи, гомельский коллектив поедет у Гродна с визитом у отказа. Обменные гастроли запланованы на вересень. В рамках феста экскурсоводов завтра музейные сопрацовники Палацево-паркового ансамбля бесплатно проведут экскурсии по трех маршрутах. Прогулка под названием «Старожитный Гомель» расскажет про развитие областного центра со старожитных часов и познайомит с богатым его археологичной спадщины. Экскурсия истории гомельских улиц пройдет по историческим центрам и раскрыет историю архитектурных сбудований и лесовядомых гомельчан. Доведаться больше про владельников и этапы будовництва головной славутости Гомельщины можно на экскурсии Палацево-паркового ансамбля румянцевых и паскевичев «История и сучасность». Начинаются маршруты калецентрального у входу у парку 12, 13 и 14 годин. Для уделу необходимо зарегистрироваться по номерах, которые вы видите на экране. Коллекты у Гомельского Палацево-паркового ансамбля удельничают в фесте экскурсоводов на протягу девяти годов. Мероприемства проходят поддержку Международного дня ховы помнеков и исторических местин, которые что год проводятся ЮНЕСКО 18-го Красовика. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Стрельбой по колесам завершилась погоня за нелегальным перевозчиком металла. События разворачивались на автодороге между деревнями Волосовичи и Полесье Чичерского района. Сотрудники ГАИ заметили грузовик, который двигался без включенного ближнего света фар. Тайный автомобиль правоохранители попытались остановить, включив проблесковые маячки. Однако водитель в ответ на это только ускорился. Во время движения перевозчик металла блокировал служебный автомобиль, веляя из стороны в сторону. Неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, очевидно для водителя, игнорировались. Информация о том, что будет использовано оружие, эффекта не дала, как и четыре предупредительных выстрела вверх. Сотрудники милиции открыли огонь по левому переднему колесу и радиатору охлаждения. Только после этого ЗИЛ прекратил движение. За рулем находился 24-летний житель Чечерска. У него отсутствовали удостоверения водителя, документы и страховка на автомобиле груз. Кузов был доверху, загружен ломом черного металла. Проводится проверка. Вречица 4-летний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Инцидент произошел 4 апреля. Мама оставила мальчика на дедушку. В какой-то момент пенсионер отлучился в другую комнату, а малыш забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал вниз. Падение смягчили кусты, которые росли под окном. Ребенка доставили в местную центральную районную больницу с переломами ребер и ушибом легкого. По факту произошедшего проводится проверка. В Добружском районе на автодороге границы Российской Федерации Гомель-Кобрин произошло ДТП по причине внезапного ухудшения состояния здоровья водителя. 61-летний мужчина, управлявший «Фольксвагеном», как предполагается, потерял сознание. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво». Водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. Проводится проверка. А в Гомель в ДТП попала пожилая женщина-пешеход. Пенсионерка переходила Реческий проспект в неустановленном месте в непосредственной близости от пешеходного перехода со светофором. Ее не заметила 32-летняя водитель «Ниссана». В результате дорожного транспортного происшествия пешеход получил телесное повреждение, с которым было госпитализировано травматологическое отделение областной больницы. И это вся информация на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Воспитанники гомельского и жлобинского хоккея отправятся на юношеский чемпионат мира в элитном дивизионе. Тренерский штаб сборной Ю-18 определился с окончательным списком хоккеистов, которые сыграют на мировом форме в Швеции. В составе команды гомельчане Павел Денисов, Олег Кочеловский и Александр Антошков. Жлобинскую хоккейную школу представят Артем Волченков, Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов. Чемпионат мира стартует 18 апреля. Хоккейный клуб «Гомель» одержал очередную победу в играх развития. На этот раз под напором рыси дома капитулировал новополоцкий химик 1-3. В составе гостей отличились перегуда Семочкин и Хузеев. У хозяев единственная шайба на счету Мурашова. Гомель возглавляет турнирную таблицу игр развития. 18 апреля рыси дома играют с пинскими ястребами. Баскетбольный клуб «Гомельс СОЖ» занял восьмое место в чемпионате Беларуси среди женских команд. Гомельчанки в серии за седьмую строку со счетом 1-2 проиграли дублю столичного горизонта. По итогам чемпионата игроки СОЖа в числе лидеров по статистическим показателям. Марина Раковская отметилась самой высокой результативностью. В среднем за игру баскетболистка набирала почти 20 очков. Анна Хацкевич лидер в другом компоненте игры подборах. Ее показатель более 13,5 подборов за матч. Чемпионками страны третий год к ряду стали баскетболистки Цмоки Минск. В финале они обыграли Гродненскую Олимпию. На Кипре прошло молодежное первенство Европы по самбо. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 19 стран. В числе медалисток континентального первенства воспитанницы из Дюшор Гомельского района. Диана Жукова выиграла серебро весовой категории до 52 килограммов. Виктория Мажуга стала третьей весит до 44 килограммов. Волейболистки из Мозеря стали победительницами ежегодного турнира «Мяч над сеткой». В финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги участвовали девочки 2006 года рождения. Хозяйки турнира команда Мозерской из Дюшор «Жемчужина Полесь» уверенно обыграли всех соперниц и завоевали медали высшие пробы. Серебряная награда досталась спортсменкам из Дюшор волейбольного клуба «Минск». Бронзовая медаль у воспитанницы Дю США номер 4 «Бобруйска». В числе лучших игроков турнира две волейболистки из Дюшор «Жемчужина Полесь» это Екатерина Христенко и Екатерина Ротнова. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова